Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня поговорить на тему, насколько реально или нереально иммигранту пробиться наверх. Насколько дорога терниста, насколько цель достижима, реалистична. И есть ли какие-то примеры того, что это получается? Ну, давайте начнем, наверное, с определения, что я понимаю от пробиться наверх. Я скорее понимаю под этим стать публичной фигурой, стать заметным, припримечательным членом общества. Не только в рамках, я не знаю, там, своей общины, но и на уровне провинции, или на уровне всей страны. Ну, в общем, все, что касается вот этого вопроса. Начнем с того, что в Канаде существуют абсолютно все условия для того, чтобы вот этой вот целью стать публичным, заметным, примечательным, важным человеком. Эта цель вполне достижима, если ты ей задаешься. Что для этого надо? Для этого, естественно, нужно хорошо понимать, представлять свою новую страну, ее механизмы, что важно, что не важно, как она функционирует. Естественно, очень важно. Обратите внимание, видите, вот дамочка с знаком идет. Она помогает детям и больным, инвалидам и так далее, переходить дорогу. Видите, она в желтом. Когда она поднимает знак, то независимо от того, какой работает светофор, все действуют по знаку, который она показывает, по знаку 100. Никто не двигается. Ну, так ладно, возвращаемся к теме видео. Так вот, достаточно знать хорошо язык, достаточно понимать реалии и механизмы общества и страны, как института, в которой ты находишься. И, естественно, надо иметь амбиции. Амбиции без них никуда. Амбиции чего-то достигнуть, амбиции пробиваться, не опускать руки, иметь волю к победе и так далее. То есть, если вы обладаете всеми этими перечисленными основными характеристиками, естественно, амбиции, надо добавить, должны быть подкреплены к здоровью. Если вы обладаете всеми этими самыми характеристиками, то, на мой взгляд, вы вполне можете состояться как публичная фигура, как заметная фигура. Знаю ли я какие-то примеры? Честно говоря, в моем понимании, вот так, чтобы действительно была какая-то публичная фигура, наверное, я знаю всего пару человек таких, из наших русскоязычных, ну, они такие, потому что у них, собственно, позиции такие, да. Я, прежде всего, говорю про людей, которые либо известны на уровне русскоязычной комьюнити, и они часто выступают от имени русскоязычной комьюнити, либо это какие-то представители общин языковых каких-то, да. То есть вот на таком уровне. К сожалению, должен констатировать, что, наверное, наши русскоязычные, они в этом отношении очень инертные, они мало что делают. Однако я знаю примеры арабов, примеры индусов, которые, приехав сюда, буквально в течение, ну, наверное, 15-20 лет, достаточно хорошо вошли в канадское общество и являются сейчас депутатами и сенаторами в канадском парламенте. Соответственно, для меня, я считаю, что для иммигрантов это, наверное, максимально возможная вершина в общественной жизни страны. Кстати, в Канаде есть даже примеры, когда иммигрантка с Гаити стала генерал-губернатором, генерал-губернатором, то есть представителем королевы в стране, то есть она воплощала с собой высшую власть в Канаде, и она была просто бедной, несчастной, иммигранткой, беженкой из Гаити, из Гаити, из Гаити. Вот, соответственно, если задаться целью, как я вижу по этим примерам, то все это вполне можно сделать. И если вы такой человек, то нет ничего невозможного. В общем, как-то так. Немножко сумбурное видео получилось. Я к нему особенно не готовился, просто мысли и слух, которые у меня возникли на эту тему. Все, друзья мои, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого хорошего и до свидания.